Конструкторское бюро Ижевского оружейного завода представило образец автомата Калашникова пятого поколения. Сейчас проходит испытание, а уже в ближайшем будущем он придет на смену легендарному АК-47 и его модификации. Новый автомат сохранил достоинство прежних моделей и в то же время, по словам разработчиков, отвечает всем новейшим требованиям. Репортаж Азамат Салихова. Вот он, новый автомат Калашникова. Пока еще опытный образец впервые показывает в кабинете директора Ижмаша. Новинка, которая должна прийти на смену предыдущим моделям автоматов, успела наделать много шума еще до своей официальной презентации. В среде профессиональных оружейных экспертов до сих пор не утихают споры, каким должен был быть современный армейский автомат. Надежным и простым, как легендарный АК-47 или высокотехнологичным, как зарубежные аналоги. Ижевские оружейники пошли своим путем и создали нечто среднее. Нам нужно было создать такой же простой, такой же надежный, такой же относительно недорогой автомат, который позволит решать не только те задачи, которые решает традиционный автомат Калашникова, который сейчас стоит на вооружении, но и ряд других задач. Изменения претерпел не только внешний вид автомата, но и его конструкция. АК-12 адаптирован к выполнению самых разных боевых задач, даже в условиях полной темноты. А управлять им теперь можно одной рукой. Впервые в одном автомате инженеры смогли применить сразу 10 новых технологических решений. Было много самых различных вариантов при прорабатывании автомата. И мы отрабатывали дизайн. С дизайном мы еще будем продолжать работать. Но всегда он оставался похож на автомат Калашникова. И вы видите, что схожесть остается. Он становится всесуточным. На него ставятся все существующие отечественные разрабатываемые перспективные прицелы. На заводском полигоне АК-12 начали испытывать в конце прошлого года. Сейчас идут тестовые стрельбы. Стрелки анализируют параметры нового автомата, изучают кучность и точность стрельбы в условиях экстремальных температур. Сейчас в морозильной камере ниже 50 градусов. Замораживаться как изделие самоатаки подробнее. Это обязательное испытание для боевого оружия. Основным конкурентом нового автомата конструкторы называют американские автоматические винтовки. Так было все предыдущие годы. Но в истории противостояния АК-47 и М-16 всякий раз выигрывал русский автомат. На этом ролике видно, как в разных условиях работают оба вида оружия. Осечки при стрельбе у американца наступают уже после первого погружения в пыльную бурю. Калашников продолжает стрелять даже после падения с высоты. Примерно так же будут проходить тестирование и АК-12. Заводские испытания нового автомата продлятся весь нынешний год. Затем начнется его государственная сертификация. И только после первой образцы попадут в руки бойцов спецподразделений для опытной эксплуатации. В армии новая АК-12 появится не скоро. Но конструкторы «Ижмаша» рассчитывают, что новый автомат ждет не менее успешное будущее, как у его предшественников – автоматов-калашников, ставших одним из самых массовых видов стрелкового оружия в мире. Азамат Салихов, Сергей Шелепин, Изенфир Абзалов, Вести, Ижевск.